Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа ТВ-профи, ее ведущий Михаил Силин. Сегодня у нас в гостях генеральный директор компании Медиабродкастинг-групп Екатерина Переверзева. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Катя, во-первых, ну давайте так, я, насколько знаю, вы работаете в области дистрибуции каналов платного телевидения, ну, наверное, уже очень давно. Мне кажется, что вы работали в компании Зонвижн, которая была, по сути, самым первым дистрибьютором каналов платного телевидения в России. Да, это правда. Ну и вот теперь, значит, у вас, вот вы сейчас работаете в вашей компании. Скажите, пожалуйста, какие каналы вы сегодня распространяете? Сегодня мы работаем с каналами компании Viacom. Это каналы MTV, там несколько музыкальных каналов. H1, MTV, MTV Hits. Это им же принадлежащие каналы Nickelodeon и Nickelodeon Junior. Это детские каналы. Да, да, все верно. Мы сейчас также работаем с компанией Scripts. Это канал Travel Channel. И сейчас вот у нас такой крупный проект. Мы заводим на рынок, наверное, одного из последних таких оставшихся, не зашедших еще на наш рынок мейджоров. Это компания A&E. И выходим мы с каналом History Channel. Это канал такой, скажем, общеразвлекательной направленности с неким уклоном в историю. Канал, который, как бы, основными конкурентами которого на рынках обычно являются Discovery Channel и National Geographic. Ну, хорошо. Насколько я знаю, вот за долгую вашу историю в области дистрибуции, вы занимались распространением самых разных каналов, в том числе, если не ошибаюсь, все основные каналы Sony и Discovery. Да, это все были каналы, которые распространялись компаниями, где вы работали. Правильно? Правда. Это правда. Скажите, пожалуйста, вот вы работаете на этом рынке, ну, уже довольно долго, вот больше 10 лет. Как изменился рынок платного телевидения, рынок дистрибуции за это время? Вот вы можете как-то сравнить, что было вот 10 лет назад, что есть сейчас? Вы знаете, по сравнению с тем, что было, когда я начинала, рынок просто перевернулся вот на 180 градусов. То есть начинала я даже не с дистрибьюторской активности, да, деятельности, а еще в свое время я была программным менеджером, ассистентом, потом директором в компании Метрометия. Вот тогда это были... Это была компания, которая, собственно, запускала первые сети платного телевидения. Да, да, да. Это были вот американцы, которые пришли сюда научить русских, как делать платное телевидение, вот, и какой-то прекрасный, замечательный бизнес. Вот, к сожалению, у американцев не хватило терпения ждать, пока этот бизнес станет таким прекрасным, каким он стал сейчас. Вот, в общем-то, они, ну, я думаю, что разорившись, ушли с рынка, вот, но это все было уже после того, как я ушла в компанию. И очень давно в другую страну. И давно, да. Но после них вот остались некие, остались компании, которые они начинали, которые до сих пор там удачно работают и до сих пор существуют. Есть компании, которые остались, к сожалению, на том уровне, на котором они были тогда. Да, да. Одной из них является Космос ТВ. Вот, так вот, например, сравнивая то, что было тогда и сейчас, я могу рассказать историю про то, как я, мы запускали цифру в Космос ТВ. Вот, запускали мы цифру в Космос ТВ, вот, наконец-то, значит, там из, я уж не помню, 18 каналов, которые мы вещали на тот момент, мы смогли предоставлять 50. Вот, технически это было сделано, технически были вложены там какие-то вот огромные деньги, в общем, все. При этом каналов не было. То есть их не было в принципе... То есть набрать 50 каналов. Вот, это была моя тогда задача, набрать 50 каналов. Их вот просто не было. То есть я ездила по заграницам и встречалась там с какими-то людьми, пыталась что-то хотя бы сюда привезти. Вот, естественно, что прав ни у кого не было. Права там под Космос ТВ очищать, это было безумием абсолютным. Вот, поэтому набирались каналы, а-ля там, я не помню, вот, Андалусия ТВ, например, это вот был мой любимый проект. Вот, потому что, ну вот, реально нечего было ставить. И, как бы, сейчас мы, это совершенно другой рынок, сейчас не только, говоря о кабельных абонентах, да, которые, конечно же, выросли с того момента, когда их просто было ноль. Вот, но и каналы, да, то есть то же самое произошло с каналами. Если раньше невозможно было набрать 50 каналов, то сейчас на рынке там порядка 300 каналов, вот, а среднестатистический там кабельный оператор, это по-прежнему аналог, да, то есть это там сеть, которая, может показывать те самые 50, ну, может быть, 80 каналов максимум, да, и вот за эти вот 80 мест под солнцем борются там 250 хороших, сильных каналов. Вот, поэтому вот, вот так это все изменилось, это, конечно, очень интересно наблюдать. Ну, вот скажите, пожалуйста, ну, а вот численно, вот сколько, о каком числе абонентов мог мечтать канал, канал 10 лет назад и сейчас, что было как бы целевым распространением, вот как изменился сам рынок? Вы знаете, наш рынок даже до сих пор при, в общем-то, я считаю, что, конечно, огромном количестве абонентов, которые есть на сегодняшний день, это так называемый emerging markets, да, то есть это развивающиеся, вот, появляющиеся рынки. То есть, когда канал заходит на наш рынок, он, в общем-то, да, смотрит, конечно, сейчас есть на что посмотреть, и есть реальные абоненты, на которых смотрит канал. Но, в общем-то, канал смотрит в будущее, да, думая о том, что вот они 150 миллионов человек, условно говоря, это 50, там, миллионов ТВ-квартир. И вот они все когда-то должны быть теми самыми абонентами этого канала. Вот, поэтому вот и в то время и сейчас, вот, конечно же, смотрят в первую очередь на потенциал. Вот, дальше смотрят на то, что есть. Если раньше, да, как вы спросили, там, ну, может быть, максимум, я не знаю, там, 100 тысяч абонентов было получить, это было огромным вообще событием, да, то сейчас, там, как бы, когда ты рисуешь абонент, рисуешь, как бы, некий план, бизнес-план развития каналу, и там показываешь, я не знаю, 5 миллионов абонентов, они говорят, ну, а как же, а вот мы слышали, что у Discovery 15, как же нам вот 15-то получить? Вот, так что, да, конечно, аппетиты тоже изменились, все изменилось, но также изменились, конечно же, и косты, сейчас стали другими, и программы стоят другие деньги. Они стали больше или меньше? Они стали больше. Больше. Ну, я, если мы говорим, конечно же, о сильном программинге, то есть о фильмах, о спортивных передачах. Это является следствием конкуренции или просто права дорожают? Вы знаете, просто права дорожают, да. Я вот, я не знаю, как у них ценное образование, из чего оно исходит, потому что я вот именно в этом сегменте никогда не работала в программинге, вот, но вот почему-то дорожают, да. Ну, смотрите, у вас вот в пакете ваших каналов сейчас в основном музыкальные, ну, музыкальные и детские. Сегодня, да, вы говорили, вот, A&E, это как бы некое ближайшее будущее, а сейчас это музыкальные и детские, да. Ну, давайте про музыкальные. Вот у вас музыкальные каналы, я понимаю, что это, наверное, самые такие, самые крутые брендовые каналы, европейские, да, как минимум. Про Америку не знаю, вот, но тем не менее у нас в России сейчас очень много музыкальных каналов отечественного производства, да. Вот скажите мне, пожалуйста, вот конкуренция, она сейчас в какой фазе находится для вас? Вы знаете, берем качеством, вот, то есть конкуренция огромна. Да, конкуренция, конечно, в общем-то, сильно нас заставляет, мы, так сказать, очень быть очень, по-русски слово забыла, гибкими, вот. Думаю, небось вы говорили о слове flexible. Flexible, да, да, именно так, вот. Так что гибкость приходится проявлять, конечно, со всех сторон, с которых только можно, вот, то есть просто прийти и сказать, здравствуйте, вот у нас тут канал, и, пожалуйста, берите, да, и все сказали, ой, конечно, да, 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 мы хотим, вот. Нет, конечно, все не так просто, конечно, приходится здесь прибегать к каким-то и маркетинговым, и акциям, и еще к каким-то методам своим, вот. Но продаются, и продаются за счет именно хорошего качества, потому что все-таки российские каналы часто, не все, сразу оговорюсь, да, но часто это каналы, которые пестрят рекламой раз, и, причем реклама именно такого, ну, не очень высокого качества, да, то есть это вот какие-то смс-сообщения, вот звоните мне, там какие-то, не знаю, эротические услуги, еще что-то, это все вот намешано. В общем-то, знаете, какая-то такая очень картинка, которая, ну, не сильно радует глаз, да, вот. А все-таки каналы, которые мы представляем, да, это каналы, у которых очень выверено, так сказать, все, что они показывают, как, они там четко определены целевой аудиторией, да, то есть если это там VH1, это один возраст, и одни зрители, если это VH1 Classic, да, то это уже там более взрослое поколение, но это вот то, что там нравится, я не знаю, мне, вам, там, и так далее, то есть, ну, в общем-то, каждый себе может что-то найти, и там нет рекламы, или практически нет рекламы, поэтому... У вас, вот на ваших каналах, собственно, вот об этом хотел спросить, на ваших рекламах практически нет рекламы? Смотря на каких, например, вот канал Николодин недавно запустил рекламу на российском рынке. Ну, это детские, давайте я про детские отдельно спрошу, вот на музыкальных. Но музыкальных сейчас нет. Вообще нет рекламы. То есть это канал такой чистой концепции, такая чистого платного распространения. Я сейчас просто думаю, может быть, появляются какие-то паневропейские вставки, но, по-моему, даже их нет, по-моему, сейчас даже их нет. А вот скажите, пожалуйста, у нас в эфире есть канал MTV? В эфире есть MTV Russia. Да, MTV Russia. Вот какая связь этого канала с вашим брендом? В принципе, связь, связь только в названии, в общем-то. У MTV есть несколько видов бизнесов, как, в общем-то, и у всех, наверное, крупных телекоммуникационных компаний. Значит, один из них, это вот тот самый наш с вами, который мы сейчас обсуждаем, простой. То есть это кабельное телевидение, каналы, которые платные, заходят все эти кабельных операторов. А есть еще так называемый лицензионный бизнес. Это продажа как бы бренда-канал, продажа бренда как такового. Они диктуют какую-то свою, там, какая-то часть программной политики определяется ими, какая-то часть программ, они ее поставляют на канал. Но канал платит, то есть, вернее, не канал, а вот те люди, которые купили этот бренд, они платят за бренд. Вот, то есть и вот так до недавнего времени было, да, профмедиа, в общем-то, вот у них было соглашение с MTV, по которому они, соответственно, делали какие-то начисления каналу, и канал им за это вот разрешал пользоваться брендом. То есть это чисто вот лицензирование бренда, но как бы на уровне там собственника никакой иной связи нет? Нет, нет, нет. Именно поэтому вот сейчас происходит то, что происходит. То есть вот профмедиа решила попробовать своими силами без бренда сильного и раскрученного бренда MTV, и сделать просто вот свой канал. Но вот я надеюсь, что все будет хорошо. Но вот я правильно понимаю, что канал может существовать без рекламы, потому что это такой вот интернациональный канал, что он существует во всех странах, и вот такое вот это глобальное распространение позволяет ему придерживаться вот такой четкой концепции чисто платного распространения. Знаете, Михаил, мне кажется, мне кажется, немножко ноги не оттуда, наоборот, растут. Мне кажется, что канал существует без рекламы, пока у него нет возможности эту рекламу продавать. То есть пока, например, у него там мало абонентов, низкий рейтинг, или что-то еще ему и мешает, да, то есть там не мирится гэллопом, не знаю, там вот не хочет видеоинтернешнл его брать по каким-то своим причинам в свой пакет. Как только у канала появляется эта возможность, конечно же, он начинает продавать рекламу. И это, мне кажется, правильно, и это, мне кажется, то есть увеличивает как раз... Когда начинает продаваться реклама... Я понял, давайте так, сейчас, да. Мы продолжим после небольшой паузы, потому что сейчас на канале реклама. Уважаемые телезрители, здравствуйте. Опять в студии Михаил Силин на программе ТВ-профи. Наш сегодняшний гость Екатерина Переверзева, генеральный директор компании Медиабродкастинг-групп, работающей в области дистрибуции каналов платного телевидения. Итак, как мы поговорили о каналах музыкальных, которые вы распространяете, теперь давайте поговорим о детских каналах. Вот Николодин. И первый вопрос у меня такой. Сейчас на рынке довольно много детских каналов. Наверное, вы знаете точно, сколько их. Я даже точно не знаю, но мне кажется, их никак не меньше десяти, а может быть, даже пятнадцать, а может быть, еще больше. Порядка двадцати. Даже порядка двадцати. Скажите, пожалуйста, эти каналы, вот как и музыкальные, ориентированы на разные какие-то целевые группы, на разные возрасты детей? Или они жестко конкурируют в каких-то одних и тех же целевых группах? Нет, каналы разделены довольно четко и довольно хорошо, как правило, на целевые группы. Есть для совсем маленьких, есть для средних, есть более взрослые, с какими-то сериалами и какими-то даже фильмами. Есть каналы, как Дисней, которые вообще позиционировали себя как семейный канал, а не детский. Так что да, слава богу, все это имеет какие-то свои, каждый канал имеет свои особенности. И, в общем-то, за счет этих особенностей все стараются доказать кабельному оператору, что нужны именно они, несмотря на то, что у него есть уже 15 других. Ну и хорошо, и как вы успешны с вашими каналами Николодин и Николодин Джуниор? Вы знаете, Николодин очень успешно идет, очень хорошо он представлен в сетях. Я думаю, что в первую очередь это, конечно, происходит за счет того, что у него есть такие сильные программы, как, например, Spongebob, которые, ну вот, я не знаю, вы знаете, что есть еще там мерчендайзинг, который с этим связан, да, вот Spongebob, это, по-моему, самая продаваемая вот мерчендайзинг, то есть самая продаваемая, не знаю, игрушка, да, или вот фигура некая, вообще в истории там всех игрушек. Вот, то есть это, ну вот такой персонаж, который... Это вот губка-губка-боб, что ли? Да-да-да, губка-боб, квадратные штаны. Конечно, да, это слышал. Но вот хорошо, смотрите, вот эта губка-боб идет же и по вот каналам российского телевидения, да, эфирного, там же тоже это идет. Это, есть блок, который идет, я, кстати, не знаю, вот сейчас есть, я знаю, что он был на ТНТ. Ну был, да, как минимум был точно, да. Да, как минимум был, да. Это как раз был тоже вот то, что называют они, это branded блок. Вот, они продавали блоком, значит, свои программы на тот момент, канал ТНТ, и это как раз нами рассматривалось как подспорье некое, которое помогало нам продавать и продвигать наш канал уже кабельным оператором. То есть это была не конкуренция, а скорее продвижение, да? Да, это скорее было продвижением для нас, да, потому что одно дело branded блок, который там идет, я не знаю, полчаса, час, даже два часа, и другое дело, это 24-часовой канал, который там в каком бы там часовом поясе, где бы ты ни жил и как бы там у тебя не было, ты всегда можешь посмотреть. А вот скажите, пожалуйста, правильно ли нет, вот некая такая мысль у меня есть, что детские каналы являются очень серьезным таким драйвером, мотиватором для покупки каналов платного телевидения? Вот если в семье есть дети, то, как правило, вот в конечном итоге они заставят родителей подписаться на платное телевидение, потому что там есть детские каналы. Или это, наоборот, нетипично, и родители пытаются оградить детей от телевидения? Вы знаете, Михаил, и то, и другое, конечно же, существует, но первое превалирует абсолютно, я с вами полностью согласна, это огромная, это просто супер мотивационная сила для родителей в плане приобретения платного телевидения. Вот, я помню, вот когда случился, так сказать, кризис в нашей стране, и кабельные операторы, в общем-то, пришли ко всем каналам, как вы, наверное, помните, да, и сказали, что все, да, вот у нас все обрушилось, валюта обрушилась, деньги обрушились, мы ничего не можем поднять, ни цену, ничего, давайте вы тоже опускайте цену, а то мы вас будем скидывать. Вот, и вот я помню, тогда к нам приехал на переговоры R-Telecom, мы тогда работали с каналами Discovery, и они сказали, что вот, при том, что Discovery, ну, это такой вот прямо must-have, там невозможно выключить и вообще представить себе солидного кабельного оператора, да, без этого канала, вот, но при этом вот даже тогда они сказали, что вот Discovery скинем, вот детские оставляем, вот мы единственное, кому мы не приходим, это к поставщикам детских программ, это вот те каналы, которые сейчас держат наших абонентов, несмотря, да, на все кризисы и все остальное, вот, ну, вот то, что заставляет людей и подписываться заново, и тех, кто уже подписался, оставлять кабельное телевидение дома. Существуют ли какие-то преференции, вот, пользовательские, в отношении каналов, детских каналов российского или зарубежного производства? Вот есть ли здесь какая-то специфика, вот, российская? Что им ближе, смотреть, вот, мультфильмы про того же «Губку Боба» или какие-нибудь там, возможно, отечественные мультфильмы? Вот, что-то здесь есть подобное? Вы знаете, вот, по своим, там, племянницам, да, которые смотрят у меня каналы, там, у себя дома и у меня, когда приезжают, могу сказать, что вот абсолютно четко есть преференция канала Николодия. Кто-то мне рассказывал из моих друзей, что вот там, тогда это был Fox Kids, да, что вот Fox Kids смотрят, там, предпочитают. Вот ни одного человека не слышала про то, что вот мой ребенок обожает российские мультфильмы. Вот я видела, в свое время я видела рейтинги, которые проводил НТВ плюс среди своих абонентов. Было очень давно, какие-то лохматые года, но все равно, я думаю, что это до сих пор актуально. Значит, сначала там опрашивали детей, смотрели, значит, смотрение у детей, потом, значит, родители. И вот там у них был детский мир канал, был Николодия, но был, по-моему, как раз тогда Fox Kids, если я не ошибаюсь. И вот, значит, когда смотрели у детей, смотрели, у них, значит, вот здесь был Николодин, вот здесь же где-то там был Fox Kids, и где-то вот здесь там был детский мир. И потом, значит, то же самое с родителями, у них вот здесь был детский мир, да, и где-то вообще запретить, убрать и так далее Николодина, и Fox Kids. То есть вообще существует какая-то такая вот, ну, я считаю, неправильное мнение среди родителей, да, что вот американские там или какие-то там иностранные каналы, они там зомбируют наших детей, это плохо, вот, но я думаю, что это неплохо. Ну, то есть дети голосуют за... Дети голосуют за иностранные родители. За интересные каналы. Да. Да? Да. Ну, хорошо. Насколько нам известно, вот мы так говорим все время, зарубежные каналы, да, музыкальные у вас каналы зарубежные, ну, собственно, все вот эти брендовые каналы, которыми вы занимаетесь, это зарубежные каналы. Но, как известно, у нас в России, собственно, зарубежных каналов нет. Да, по нашим законам все каналы, которые здесь распространяются, должны быть, ну, как бы российские каналы, да, они здесь должны быть каким-то образом локализованы, и они должны получить разного рода лицензии. Вот скажите, пожалуйста, как вы решаете эту проблему, и нет ли здесь каких-нибудь рисков? Вы знаете, ну, риски есть, конечно, всегда и везде, в том числе, да, в данной ситуации, да, что происходит? Значит, российское законодательство фактически требует, как вы правильно сказали, от канала быть российским. Вот, то есть это должно быть российское юрлицо, принадлежащее российским, соответственно, там, хотя бы на 51% принадлежащее российскому лицу. Вот, поэтому отсюда вытекают риски по-любому, да, то есть, а каналы, например, берут себе в партнера какое-то российское лицо, да, вот как это российское лицо себя поведет и так далее. То есть, в принципе, вот, ну, представьте себе, что вы хотите открыть бизнес, вам не нужен партнер, у вас есть деньги, у вас есть знания, у вас все есть, вот, но почему-то вот вам сказали, нет, вот вот возьмите-ка там Катю Переверзиву себе в партнера, да, без Кати вот вам никак нельзя, вот. Вот, и вот вы оказались там со мной, да, а у меня совершенно другие планы, вообще я ваш бизнес вижу совсем по-другому. Вот-вот они риски, да, и вот начинаются здесь как раз какие-то потенциальные проблемы между акционерами возникать. Вот, плюс, если канал там сам каким-то образом вышел на рынок, да, то это значит, что ему там нужно обеспечивать, обслуживать это юридическое лицо, которое он открыл. Вот, если это канал, который не хочет, вот, ну, никак в его планы там не входят никакие юридические лица или что-то, да, то он, соответственно, там, может это отдать своему дистрибьютору. И тут тоже, опять же, да, в общем-то расчет на то, что дистрибьютор окажется порядочным и, не знаю, каким-то образом не воспользуется этими лицензиями, например. То есть, ну, конечно, да, это, в общем, такое, наверное, есть. Я правильно вас понял, что, собственно, ваша компания является вот таким партнером для каналов, которые вы распространяете, да, и она, собственно, сама вот перед, будем так говорить, российскими властями несет ответственность за содержание этих каналов. Я правильно понимаю? Потенциально, да, мы можем быть такой компанией. Если канал захочет, так сказать, нам передать эти права, да, то мы можем стать вот тем самым партнером, который будет обладать их лицензией, соответственно, от их имени подписывать лицензионные договоры. В данный момент, вот до сегодняшнего дня было так, что меня просили каналы, это было и с Discovery, так и с MTV, и с, сейчас вот, например, с каналом Travel Channel, то есть меня просят оформить на себя бумаги на какое-то короткое время, пока как раз вот канал не разберется со всеми этими нашими заковырками законодательства. После чего лицензию я там, допустим, отдаю, они подают. Ну, то есть они сейчас рассматривают как некое временное решение, да, вот, понятно. Да, да, прежде чем открыть свои юрлицы. Ну, хорошо, смотрите, вот я вас спросил про риски, но вот, насколько мне известно, не так давно у нас на рынке случилось некое такое беспрецедентное событие, когда вот такой обладатель лицензии, да, некая компания Max Media, вдруг неожиданно, не согласовывая это, ну, так назовем, с правообладателем, прекратило распространение канала Travel Channel, так одномоментно, известив об этом всех операторов. И, как бы, заменило его и предложилось всем вместо него распространять другой канал, собственно, вот на созданной уже вот этой вот базе клиентской. И, насколько я знаю, этот канал в настоящий момент то ли уже заключил соглашение работать с вами, да, то ли планирует, чтобы вы стали дистрибьютором. Вот расскажите, пожалуйста, вот какая у нас здесь ситуация, действительно ли он сейчас начал с вами работать? Правда, да. Канал Travel Channel пришел сейчас к нам, значит, ну, наверное, что произошло, да, если, в общем-то, называть имена, все своими именами, да, то, ну, у них просто взяли и украли абонентов. Ну, вот похоже на то. То, над чем канал трудился 10 лет, вот ушло как бы к другому каналу как-то за один вечер волшебно. Вот, при этом действительно юридически удивительно. Все покрыто, все вот шито-крыто, да, то есть не придерешься ни к чему. Поэтому, ну, здесь, что называется, уже... Случилось. Случилось, что случилось, да. Да, что случилось, то случилось. Соответственно, Travel Channel, вот, опять же, почему, конечно, я вот люблю работать с иностранцами, за что я их уважаю, удивительная рабочая этика, да, то есть, в общем-то, несмотря на то, как с ними поступили, что с ними произошло, они сказали, что они вот не будут принимать никаких там вот таких, таких же ответных мер, хотя, в общем-то, могли бы при их там размере компании, да, там, ну, например, объявить канал там Travel Channel бесплатным на пару лет, да, где был бы канал, который его заменил через год, допустим, да, понятно. Но они сказали, что нет, мы будем как бы работать так, как мы всегда работали, мы считаемся там лучшим каналом в области, вот, в этой вот в области развлекательных путешествий там и так далее в мире, поэтому мы будем просто вот брать качество, мы как бы соревноваться со своими конкурентами вот такими вот цивилизованными способами. И они действительно работают теперь с вами, да? Так что да, да, мы их сейчас распространяем. Ну и скажите, пожалуйста, вот вы уже получили все необходимые разрешения, лицензии? В процессе. Ну что же, большое спасибо, пожелаем вам успехов в вашей работе, да, потому что я думаю, что каналы, которые вы распространяете, это очень важно и интересно, особенно, наверное, детские, ну и музыкальные, и путешествия, и все. Вот, и поблагодарим наших телезрителей, спасибо, что вы были с нами. В студии был Михаил Силин и наш гость Екатерина Переверзева, генеральный директор компании Media Broadcasting Group. До новых встреч в эфире на канале... Про бизнес.